Друзья, вы видите Сашу, убери книжку, а то подумают, что ты пришла на теннисный корт читать книжку. Вы видите Сашу, теннисистку. Она пришла на теннисный корт. Для чего Саша пришла? Теннис играть, мы будем матчи сегодня играть. В смысле? Матч. Соревнования. Соревнования. Итак, ты в какой-то команде или как? Ну, нас сегодня поставят в команду. То есть у тебя такой фиксированной команды нет? Да. А с кем вы играете? Детьми моего возраста. Ну, дети твоего возраста, они из вашей же секции или они из других? Ну, по-разному. Там есть один из моего класса, остальные я не знаю. Ну, хорошо. И сколько там продлится игра? Ну, два часа. И будете играть и в парных, и в одиночных? Да. Ну, пойдем посмотрим на корт. Давай. Пошли. Значит, мы, друзья, находимся на кортах школы High School. Называется Фримен High School. В городе Санивейле. Сейчас пойдем на корты. Тут, да, тут много, много. Так, тренера-то, тренера нету рядышком? Тренера уже внутри. Внутри. Так, вон там тренер. Вот мы его видим. Это наш тренер, да? Ну, он будет только один. Хорошо, ладно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Слушай, и детки-то вроде маленькие такие, тут вообще совсем мелкота. Это часы явно, да? Ну, это не для нас. У нас, у нас, это для людей, которые просто приходят играть в теннис. Это когда они начинают, там, например, начинали семь, и они поставят, что они закончат восемь, чтобы люди знали. То есть там ничего не работает, это я понял. Это просто круто. То есть сюда можно, как бы, просто люди вечером, которые рядом живут. Почему вечером? Можно ищут. И сейчас можно. Когда хочешь. То есть оно хоть и школьное, но просто граждане могут прийти поиграть, жители, да? Да. А вот объявление о занятиях, расписании. Тут и для взрослых, и для школьников. В общем, так, большая такая общественная жизнь. Одним из, так сказать, потребителей светиного нового автомобиля является Саша, которая на этом автомобиле посещает всякие секции иногда, да? Не каждый день. Ну что, Саша, скажи, как вот тебе новый автомобиль, бабушкин, по сравнению с предыдущим? Ну, он пахнет, она пахнет как новая машина. Так, это есть. А из каких-то фишечек удобных? Сегодня ты на заднем сидении. Радио включается классно. Что там? Радио включается классно. А что именно? Ну, там такая колесико двигается, колесико вместо кнопочек. Так. Так ты слушала радио или ты слушала именно из библиотеки музыкальной? А, нет, библиотеки музыкальные. Это не было радио? Не, не радио. Ну, радио тоже можно включить. Качество хорошее звука? Да, хорошо, хорошее. Ну, а еще что-то? Ну, оно... Мне нравится, когда камера показывает, где машина, когда паркуется. Это не так классно, как она знает, что там стоит, что лежит. Особенно в гараже она знает, где все лежит. Там четыре камеры ты знаешь, да? Да. Эти камеры показывают. Ну, прикольная фишечка. А что у тебя на руке браслетик? Что это? Это фитбит. Он читает шаги. Ну, и сколько шагов у тебя? Вот ты два часа сейчас будешь на тренировке? А, не знаю. На соревнованиях. Ну, сколько? Много. Ну, из-за опыта. Вот ты же ее не первый день одела? Ну, я не знаю. Просто я не знаю, как у меня... Получится? Ну, потому что тут не показывают цифры, показывают точечки. У меня сейчас одна точечка из пяти. Так. Это значит, у меня примерно 20% из 9 тысяч шагов. То есть у тебя норматив 9 тысяч? Ну, да. Это мой гол. Да, гол. Да. Цель такая. Ну, а удается обычно набрать 9 тысяч? Ну, да. Если я теннис играю или спортом занимаюсь. А если обычный день, просто в школу пошла я так... Ну, тогда у меня где-то 7 до 8 месяцев. Ну, хорошо. А тебе не жалко, что суббота, может быть, можно было бы куда-то пойти? Я не знаю, куда. Там на дачу поехали. Ну, вот на дачу поехать к бабушке с дедушкой. А ты вот на тренировке. Как вот? Ну... Ну, ничего? Тебе нравится на тренировке? Да. А если бы тебе сказали, вот выбирай на дачу или на тренировку? Я не знаю. Ну, что, уже теперь наш запустили, в смысле, в возрастном плане. Нашим. И, собственно, вот и Саша тут с девочкой. А мы пойдем по другим делам. Заберет ее папа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!